6 сентября день Евстихии. Евстихий известен как один из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова за свою веру и проповеди был подвергнут самым разнообразным учениям со стороны язычников. Его бросали в клетку с дикими животными, морили голодом, прижигали тело раскаленным железом. Согласно Писанию, во время одной из испыток лев, выпущенный к Евстихию из клетки, заговорил человеческим голосом. Многие свидетели этого удивительного явления приняли веру во Христа. Это был сытый период времени. Закрома у крестьян были полны запасов, да и в поле еще были остатки урожая, которые предстояло собрать. Вечера в большей части Европейской России уже были достаточно холодными, и чтобы коротать их, женщины собирались в доме у какой-нибудь вдовы. С собой они брали шитье, прялки, вязание, пели песни, разговаривали и за такой приятной беседой делали работу. Приметы. Если на Евстихии ветра нет, то семя льнаноя на корню будет. Дождь на Евстихии, сухой осени и хорошему урожаю на следующий год. Сегодня синица кричит, скоро жди настоящей осени, с дождями и холодной погодой. А вот сколько этого витамина В имеет смысл есть? Вы говорите, что есть дозировка в этих витаминах синтетических. А значит, в натуральных источниках витаминах, в общем-то, отсутствует потребность следить за объемом? За объемом, правильно. А потребность витамина В точно не установлена, но установлено, что соотношение витамина В и С должно быть таково, что его должно быть витамина В в два раза меньше, чем витамина С. Тогда они работают так, как мы. А вообще в паре хорошо? Да, да. И, оказывается, природные продукты как раз и содержат их в том количестве, в том виде, в котором они и нужны для нашего организма. А где этот витамин В, витамин Рутин, встречается? Он встречается у нас, ну, прежде всего, в клюкве как раз ты бежишь. Кстати, и здесь же и витамин С имеется. Вот я читала в вашей книге про ягоды, про клюкву, про черную смородину и крыжовник. Да, да, да. Это черника. Смотри, вот я вам скажу, черника. Ягодная вообще такая штучка. Черешня, крыжовник, клюква и вишня. Вот, кстати, то, что окрашено таким красненьким пигментом, как раз он и содержит вот этот удивительный витамин Рутин, наиболее лучшим для организма виден. И, кстати, и здесь же, вот видите, вот этот пигментик у нас, да? Ну, как раз на кровь похож, а мы-то капилляры восстанавливаем. И, кстати, здесь же содержится и витамин С. И вот, что еще интересно сказать. Если какие-то продукты, они обладают разным вкусом. Кислый как? Кислый. Да. А что делает кислый вкус? А что делает кислый вкус? Оказывается, кислый... Горкий вроде как сушит. Вот, горкий сушит. А кислый задерживает воду в организме и способствует тому, что наш организм, наводняясь водой, делается более эластичным. Удерживая воду. Вот, хорошей водой. Потому что бывает, ну, такая плохая вода, если начинает говорить, где эти магния, потому что у вас много лишней воды, думаю... Ну, не магния, а больше всего калий там. Калий, да? У вас в различных сухофруктах, особенно в сушеных абрикосах, его хорошо используют в сушеных яблоках. И лишняя вода будет отлично выходить. Я думаю, конечно, может быть, встретимся на эту тему. А сейчас синяки, синяки, синяки. Хорошо, синяки, синяки. Картофель. Картофель? Да. А петрушка? Петрушка, укроп. Вот. Черная смородина, спина. Конечно, наибольшего всего его там в сухом шиповнике, черная смородина, зелененьки, капусти и укроп. Это, кстати, и в лимон его достаточно. Слушайте, тогда получается, целебная кулинария рекомендует для эластичности сосудов варить любые блюда, где есть те продукты, которые мы перечислили. Хочешь в таком виде, да? Хочешь в секунду. И как раз мы сделаем. Дело в том, что если это все будет в вареном виде, термическая обработка наиболее сильно разрушает как витамин П, так и витамин С. Потому что это витамины водорастворимые. И, кстати, все водорастворимые витамины, они как хорошо усваиваются, так и хорошо разрушаются. И если, вот, кстати, дело в том, что рутина относится к витаминам группы В, эти витамины действуют на наш организм как такие могучие жизнедатели, которые улучшают все процессы в организме. Как только их становится недостаточно, наш организм, чтобы он не получал белки, углеводы, сахара и так далее, он работает гораздо хуже. Он не может это все усвоить. Ему нужны витамины. То есть витамины, это как раз активирует все эти ферменты. А скажите, Геннадий Ильич, по каким признакам люди могут понять, что у них мало витамина С? Вообще, это удивительные диалоги, и они реально из жизни. Разговариваю с приятельницей, она говорит, может, не витамина С попить? Я говорю, Надя, почему? Ну да, 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 может быть, я куплю какие-то хорошие поливитамины, и вот буду, значит, к лету готовиться, там, и магний, и калий. Я говорю, чего вы все их перечисляете? Вы сами-то что хотите? Я понимаю, что люди стремятся, но у них мало базы, они плохо понимают, почему они хотят тот или иной витамин. Есть ли признаки, по которым стоит понять? Я о своих призналась. Стали возникать сники, и все понятно. Клюква, вишня, смородина. Вперед, Таня. Да. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахов.Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok